Вот сидит охотник на голубей. А нет достать! А нет достать! Немного фантазии. И мы уже в Азии. Мы переехали на Мармарае, на подземном метро под Босфором, в район Кадыкёй. Это район художников, поэтов, секонд-хендов и так далее. Будем здесь гулять. Вот нашли такую колокольню. Христианская церковь, она, говорят, вся железная. Но, к сожалению, куда не пройти, ворота закрыты. Ну, прошли мимо, увидели. Очень интересный район с такими аутентичными интерьерами. Люди сидят, просто работают. Я называю это Стамбульская милота. Здесь можно ходить вот с одного конца улицы на другое и видеть вот такие вот интересные вещи. Вот такие кафе, книги. Абсолютно простые интерьеры, такие трущобные. Все собаки чипированные. Стамбульская чипированная печалька. Наверное, дом будет реставрироваться, скорее всего. Кадыкёй. А это вот настоящие турецкие сладости по всей миссии, а не те, которые продаются в туристических районах. Бахлава, бахлава и все остальное. Вот одно из забавных кафешек. Кафешки и тут же магазинчик такой. Со всякой одеждой. Честно скажу, не знаю, что это значит, но прикольно. Вот человечек там стоит. Наказанный по снигимости. Ну да, в общем, это сильно. Это очень сильно. А запах. Шли шли по всей иномидии. Чего-то нам не остановиться. Уже второй заход пошел. Вот так вот. Вот он, тот самый знаменитый медный бык. В квартале Кюдикёй. Пешеходная улица. Ну, сейчас пойдем туда. Вот такие неожиданности нас ожидают. В квартале Кюдикёй. Очень интересненько здесь. Магазин для скалолазов. Пешеходная маленькая улочка. Вот такая чудная кафе. Ищем, ищем улицу антикваров и старьевщиков. Может, найдем. Алёнин портрет. Шикарный. Вот в этом магазине. Он здесь стоял, теперь его нету. Он на сумке. Нет, Алёна не хочет в этом магазине отовариваться. Потому что это из сиси-миссии. Ну, на самом деле, я не могу не согласиться вот с этим утверждением. Поэтому, да. Жизнь прекрасна. Мы в антикварном квартале. Сейчас пойдем здесь шерстить. Может быть, что-то купим, как сувенир домой. Есть сладкий старьевщиков и хорошая антикварка. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok Если спросить, где продавец антикварных монет и всякалобудни, Ну, вот он сидит. Продавец антикварных монет и всякалобудни. Вот еще что-то христианское, железное. Не поймешь, что это такое. И безумные, безумные вкусняшки. На которые я просто вот сейчас начну западать. Поэтому мне лучше уйти отсюда напрочь. Просто уйти отсюда напрочь. Ну, все. Вот я не удержался. Я буду это жрать сейчас. Удивительно, как люди умудрились сохранить свою аутентичность. Вот мы пришли в район ремесленников. Посмотрим, может, что-нибудь найдем. Милый кафе. Армянская церковь. По вечерам играет живая музыка здесь. Какие-то концерты проводят по всей денности. Забавное дизайнерское решение. Вот нашли еще чудесные лавки старьевщиков. Со всякалобудней. Но с картинами как бы здесь в Турции тяжеловато. Нету здесь никаких картин, чтобы домашний интерьер разбавить из искусства. Посмотрим, что здесь такое интересненькое еще есть. Как в старые добрые времена, у старьевщики приезжают на своих тележках, выкладывают то, что они насобрали, и продают продолжение истории про старьевщиков. Прощай, азиатский Стамбул. Вот это здание древитого вокзала. Айдар-пазар. Стали из Стамбул. Но вот он видит в своих лесах, к сожалению. Однако он напоминает огромный старинный замок. Вот не судьба, нам его увидеть. Может быть, в следующий раз, когда я его уже отристаллю, думаю, будет очень красиво. Мы выходим в Москву. Мы выходим в Москву. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Прямо рыба с открытыми жабрами... Продолжение следует... 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 Это самая старинная кальяна в Стамбуле. Понятно? Вот принесли наш кальянчик. О, будем курить. Кури. Ну и так, для ориентира. Рядом с Гранд Базаром. Гранд Базар, вот он слева, метров 150. А вот это кальянное, чтобы все знали. Вот эти деревья. Вот это самая старая кальянная. Это бывшая, видимо, мечеть или что еще. Вот она.